Ум намо Bhagavate Vasudevaya Ум намо Bhagavate Vasudevaya Ум намо Bhagavate Vasudevaya Ум намо Bhagavate Vasudevaya Нарая нам намас критянарам чайванаротamam Продолжаем чтение Шима Бхагаватам. Сегодня начинаем 19 главу, 19 главу 8 песни, которая называется «Господь Ваманадева просит подаяния Бали Махараджи». Тексты первый, второй на экране, первый я прочитаю сам, и также прочитаем краткое содержание этой главы. Насколько я помню, рассказывали ученики Шилы Прабхупады, что Шилы Прабхупада стал включать сам краткое содержание глав, начиная, по-моему, с четвертой песни. До этого краткое содержание глав не включалось, а начиная с четвертой Шилы Прабхупада стал делать это. И это также, даже это, в случае со Шилы Прабхупадой, является продолжением традиций ачарьев. Есть ачарьи, такие, например, Шидар Махараджи, который, Шидар Свами, который также в одном ильинских стихах обычно описывает краткое содержание главы. Или Шната Чековарит Акур в одной шлоке, он обычно излагает краткое содержание главы. И Шилы Прабхупада также разворачивает содержание главы в таком небольшом введении. Шилы Бхактина Акурпупада тоже делает это в своих комментариях. Так мы прочитаем краткое содержание этой главы. В 19 главе рассказывается о том, как Господь Ваманадева попросил Махараджу Бали подарить Ему три шага земли, и как Махараджу Бали согласился это сделать, однако Шукра Чарьи запретил царю выполнить просьбу Господа Ваманадевы. Когда Махараджу Бали, считая Ваманадеву сыном Брамана, сказал, что тот может просить у него все, что пожелает Господь, Ваманадева стал восхвалять Хиранья Кашипу и Хираньякшу за их подвиги, прославив таким, как пали смертью храбрых. Он скажет об этом на кинских стихах, они пали смертью храбрых. Прославив таким образом землю, в которой родился царь Бали, Господь попросил у него три шага земли. Махараджу Бали согласился, тем более, что Ваманадева был небольшого роста. Ваманадева просил совсем немного. Но Шукра Чарья, понимавший, что Ваманадева – это сам Вишну, друг полубогов, запретил Махараджу Бали давать ему землю. Причем Ваманадев, как он сказал, кто помнит стихи, он сказал не просто три шага, три моих шага, когда вы заключаете договор, очень важно прописывать все условия, так что потом невозможно было его переначать в свою пользу с другой стороны. Поэтому юристы знают, как заключать договора, так что потом не было никаких неожиданностей. И поэтому Ваманадев, когда он просил, он сказал три моих шага. Не чьих-то шагов, он потом сказал, а вот мои шага я тебе дам. Нет, мои шага. И поскольку он был очень маленького роста, плюс еще карлик, то есть мало того, что он был маленький, но еще был карлик. То есть шаги его были совсем не угрожавшие. Бали Махарадж об этом скажет потом, когда Ваманадев выскажет свою просьбу, он сказал, скажет ему, твои слова подобны слова мудреца, но при этом просишь ты почему-то что-то очень неразумное. Я могу тебе дать все, что угодно. А ты всего три шага, свои шага. Что ты можешь со своими тремя шагами сделать? Ребенок даже в классике там не поиграть. Как раньше мы прыгали на асфальте, нужно примерно два на два метра, чтобы прыгать. Ты даже, что ты делаешь три своих шага, даже тыкву не вырастешь на этом участке. Поэтому, пожалуйста, подумай. И, как сказал Ваманадев, ответ очень многозначительный. Тот, кто не может довольствоваться малым, не может довольствоваться ничем. Когда мы вспоминаем, когда говорим о играх Господа Ваманадевы, об этом его высказывании, есть высказывание, которое Шилпупадово цитировал. Разнообразие, мать, наслаждение. Возникает вопрос, а кто же отец наслаждения? Тогда, если разнообразие, мать, должно быть, если есть наслаждение, есть мать, должен быть отец. А кто отец наслаждения? Ваманадев говорит, кто? Говорит удовлетворенность отец наслаждения. Что если не будет удовлетворенности, то ты ничем не можешь быть счастлив. Даже все разнообразие мира тебе счастья не даст, потому что не удовлетворение. А удовлетворение приходит в способности довольствоваться малым, потому что, если ты не можешь довольствоваться малым, ты не можешь довольствоваться ничем. в этом также заключается разница между оптимистами и пессимистами оптимисты это люди, которые умеют довольствоваться малым и радуются всему тому, что приходит очень важно для преданных развить это качество оптимизма про пада, вернее, говорил чуть более конкретно, он говорит, что преданы должны быть оптимистичны в отношении духовной жизни и весьма пессимистичны в отношении материальной жизни они не должны считать, что в материальной жизни какие-то перспективы, поэтому они наперед пессимистичны такая макцина против материальных страданий то, что от них не ожидаешь наслаждения на материальной мира поэтому, когда приходят страдания, ты не огорчаешься потому что так должно быть ожидал, так и пришло в этом смысле, можно даже радоваться что ожидания осуществились но когда приходит наслаждение материальное на всякий случай напрягается потому что мы понимаем, что как рыба в Бхагаву там приводится пример которая видит перед собой вдруг с небес свалившегося червяка вот это удивительный дар Божий и все, на этом кончается ее жизнь и также пчела, которая садится на цветок думает, о, удивительный цветок садится и столько закрывается и даже такие растения насекомоядные растения, которые специально создают так Кришна устроил такую форму жизни специально создают красивые и привлекательные приманки для насекомых, какие-то очень красивые цветы пахнущие, очень приятно, сладкий нектар такая есть Венерина-мухоловка слово Венерина очень символично в этой связи вот так открывается Венера и там на створках три волоска и капля нектара и насекомые, мухи или пчелы и другие насекомые, тараканы они смотрят нектар и туда раз и что делает Венерина-мухоловка, рассказывает ученый она ждет не просто какого-то соприкосновения потому что эти три волоска они должны в течение короткого времени насекомые должны задеть все их три и только тогда Венерина-мухоловка понимает ага, значит оно там внутри не просто какая-то капля упала с неба и попала на волосок и поэтому это будет ложная как-то ложная тревога нет, когда она там ползает как-то проявляет как сказать правильно постоянство в общении с Венериной-мухоловкой когда уже вот есть какой-то не просто контакт а некая привязанность уже регулярность общения когда мы надежные так сказать и увлекшиеся нектаром который там струится и на раз и говорится даже со скоростью быстрее чем скорость моргания век то есть моргнуть не успеешь как есть говорится садусанга садусанга сарваси лава матра садусанга сарваси лава матра означает одна одиннадцатая секунда я помню Гасай Мараша объяснял что это минимальная продолжительность времени которая успевает зафиксировать наше сознание то есть меньше уже не фиксируется как какой-то момент времени поэтому фильмы создаются из череды кадров которые сменяют друга со скоростью быстрее чем успевает зафиксировать сознание одна двадцать четвертая секунды два раза быстрее и поэтому когда эти кадры в принципе застывшие картинки статичные там ничего не движется но и когда они сменяют друг друга быстро возникает иллюзия полная иллюзия того что что-то движется на экране и мы смотрим на некую жизнь там не просто череда статичных картинок сейчас даже есть стандарты видео когда картинки сменяются в скорость шестьдесят кадров в минуту в секунду вернее чтобы еще более правдоподобно выглядел и Гасай Махраш объяснял что это одна одиннадцатая секунда это самый самый маленький момент времени который мы можем зафиксировать сознанием и вот за это короткое мгновение когда преданный может человек может увидеть например чистого преданного и услышать чистого преданного как шелопа где-то проходил по улице люди просто бросая взгляд на него мимолет или он на кого-то бросал мимолетный взгляд что-то менялось в их жизни и они уже не могли жить как раньше лава матраса сарва сиди в чем заключать сиди в том что человек жить как раньше уже не может это сиди у него появляется как в этом стихе говорится во второй песне Бхагаватам что какой смысл хим праматасия бахубир парокши хайнар а какой смысл долгой жизни проведенной в пустых занятиях достаточно одного мгновения прожитого в полном сознании которое может даровать человеку что желание достичь высшей цели вот это приходит сознание вот этот момент истинный наступает когда человек общается с чистым преданным и такого мгновения достаточно одного причем очень короткого 1,11 секунды и точно так же вот эта венерина мухоловка она примерно за такую же долю секунды успевает захлопнуться вокруг этого незадачливого и думавшего что он уже достиг совершенства жизни в этом нектаре насекомого и все потом смыкаются створки так вот чик-чик-чик-чик-чик там специальные зубчики есть они заплетаются друг за другом он там видно еще бьется но потом устихает потому что через какое-то время начинают выделяться пищеварительные соки с этих створок и потом через пару дней он открывается и следующий ожидает следующего надежного партнера по жизни я просто просто жизни насекомых и растений ничего больше да мы как-то на венери захмалов перешли запомнят лава матра саду санга сараси и мы говорили о том что человек да предный год он пессимистичен по отношению к материальной жизни и он понимает что ничего хорошего здесь не случится если что-то хорошее случается это вот приманка и он на всякий случай остерегается каких-то слишком приятных вещей что все-то слишком хорошо складывается подозрительно на материальный мир это не похоже значит либо это мир духовный что тоже не похоже либо это материальный мир который пытается повернуться ко мне какой-то своей коварной стороной И поэтому на всякий случай, как Господь Кришна говорит в Бхагавангите То, что рождается из соприкосновения Самспарши же Бхага Из соприкосновения чувств с объектами чувств Продолжите, как иногда Всяких бывает загадках для детей Продолжите фразу И мы хотим как продолжить эту фразу То, что рождается из соприкосновения чувств С объектами чувств Мы думаем Это счастье Это не счастье Это горе Это беда Это страдание И преданные Они что делают? Они стоят рядом с этим кустом С венеринами мухоловками И смотрят Чем заканчивается поход Или подлет какого-нибудь Учину насекомого на эти прекрасные створки Ой А чем заканчивается? Вот Строит даже страшно Несчастный Все Я туда не пойду А Кришна говорит Он заглядывает в конец Атьянтаванды Он понимает, что всему Наступает конец И смотрит Зачем заканчивается все это И он говорит Нет, мне этого не надо Спасибо На английском есть такое Хорошее выражение Thanks, but no thanks Спасибо не надо Поэтому на те Приехал Приехал первый раз И пришли молодые преданные Там был только один старший преданный И Атрея Ириша Прабу, по-моему, звали его Который там организовывал А нет, Рупануга Прошу прощения Рупануга Он один из старших учеников Прабу Он приехал туда И стал проповедовать Стали подтягиваться Молодые ребята Потому что рядом был университет Они проповедовали В университете Образованном Молодым ребятам Они приходили на лекции И потом приехал С Шилапрупада Кстати, Прохлананда Махараштам Присоединился в Баффало В 68-м Или 69-м году Или в 67-м Даже не помню Еще давно И рассказывал Он как-то на лекции С Шилапрупада Задал вопрос Он приехал Он стал задавать вопросы Аудитории Кто из вас хочет быть счастливым И приятно Уже к тому времени Ослушавшись лекции О венериных мухоловках Видимо Поэтому тогда Вот так вот проповедовали Очень Отрезляюще И никто не понял руку Кто-то хочет быть счастливым Приятно Почувствовали подвох В этом вопросе И на всякий случай Не стали поднимать руку Пропада повторил вопрос Третий раз Потом робко Рука Где-то там сзади На всякий случай Когда-то Честность В нем В этом предном Боролась С чувством самосохранения Усилием честности Он поборол Чувство самосохранения Потому что мало ли что Пропада потом скажет Пропада сказал Большое спасибо Но хоть кто-то хочет Быть счастливым Можно научить как Пропада говорит Что мы хотим Чтобы все были счастливы Проблема в том Что они знают Как быть счастливым Мы научим Мы научим этому Мы знаем как И можно дать счастье Которое никогда Не перекратится И никогда не останется Никогда не станет Как поводом для горя Предный Поэтому очень оптимистичны По отношению Духовной жизни И очень бережно Относится ко всему тому Что Этой духовной жизни Позволяет развиваться Для всех И условий И предпосылок И Как сказать правильно Для фундамента Духовной жизни Для Саду-санги Например Главное условие Для духовной жизни В особенном век кали Это Саду-санга Общение с преданными Без общения с преданными Никакие другие методы Преданного служения Не будут действовать Поэтому преданные Очень бережно Относятся к саду-санге И к преданным Которые ее составляют Не то, что мы бережем Саду-сангу А к преданным Пренебрежительно относимся Как будто она сама С нами Помимо преданных Случится Вот такая Аморфная Бесформенная саду-санга Она свалится И там не будет Ни одного преданного Который бы нам мешал Потому что иногда Нам кажется Что от преданных Одни беспокойства Как это Препятствие На пути преданного Служения Моего преданной Особенно старшие преданные Которые что-то Все им что-то надо Младшие хорошо С ними нормально Они в рот смотрят Верят в все то Что я им говорю И считают меня Старшим преданным С ними удобно С ними нормально Подождите Дорогие преданные Если по-настоящему Вы поймете За младших преданных Вы поймете Насколько требуется Многоше вкладывать в них В младших преданных Много терпения Сострадания Как научиться Нужно контролировать Свою ум и чувство По отношению к ним Когда вы хотите им Что-то сказать Что они заслуживают Но терпите Потому что Понимаешь Что вот он такой Пока сейчас Нужно ему Дорасти еще До уровня Когда он даже Наставление принимать Будет Очень трудно Это большая скеза Воспитывать кого-то Да? Амал-сар промокивает Кого-то уже воспитывал Из младших преданных Нет? В обратную сторону А со старшими Вообще никаких проблем Напротив Они дают прибежище Как Чем Отличается Вайшнав Настоящий Духовный лидер Руководитель Ашама Или руководитель Вьятра Или руководитель Проекта Или духовный учитель Шик Шенгуру Дик Шенгуру В чем Отличие главное То что от них Хочется зависеть Хочется находиться Рядом с ними И зависеть от них Безопасно Как вот вспомнить Себя в детстве Когда мы В таком возрасте Когда еще не было Всех этих Неприятностей Подросткового возраста И так далее Когда мы целиком Находились Под защитой родителей Почему? Потому что вели себя Так как они От нас ожидали И никаких не было конфликтов Как здорово Все обеспечено Всем обеспечено И удивительное Защищенное состояние И так же По отношению к старшим Которые дают прибежище Можно всегда Зависеть И быть полностью Безопасными В этом И так же Друзья есть Радные Которые Помогают нам Учиться Зависеть от старших Помогать младшим На своем примере И которые Так же Поддерживают Нас энтузиазм Идти по духовному пути Давая нам свой Когда нам Нашим не хватает Своим Дают нам аванс Самого И поддерживают Эту Решимость И вдохновение Идти по духовному пути И вот что Является основой Для духовной жизни Без нее Без саду санги И общение То есть все другие Меты преданного служения Любые возьмите Поклонение божествам Когда вот уехали Преданные в прошлом году Без саду санги Тут поклонение божествам Было очень тяжело Это факт Харинаму Попробуйте На Харинаму Один выйти Ну кому-то Может удается Пойти одному Да Ходили вы на один Подволочный проводник Вдвоем Это рекорд Похоже Как говорит Чанаке Пандит Он описывает Число людей Для разных Видов деятельности Что нужно Есть одному Но не Брахмачарияшами А не Брахмачарияши Есть нужно одному Обсуждать Шастры вдвоем По-моему Пять втроем Если я не ошибаюсь Он какие-то Были путешествовать Учить Сиром Или дальше Или больше То есть Он какие-то Перечисляет Количество людей Для разных Оптимальных Для разных Видов занятости Шил Попада Цитирую Мисаду Санга Вот такая Все Оживляющая Среда Для всех других Методов Пренного служения Джапа Как оживляется Когда мы приходим Повторяем джапу Вместе с преной Потом уходишь В комнату к себе Все Духовно Все то время Остается здесь Где-то А там уже Как-то Намабаз Получается Потому что Ему нравится Быть там Где его Предное Успевает А где Ты его Успеваешь Тебе не очень Нравится Ему не очень Нравится Находиться Поэтому там Где предное Успевает Или Поклонение Божествам Тоже Шил Попада Пишет В унитаре Предности Он цитирует Шил Рупагасами Которое Цитирует Шастру Где говорится Что Когда человек Просто приходит И хлопает ладоши Перед божествами Просто созерцает Как арати Проводится Это тоже Он получает Когда приходит На Манглард Особенно приходит Вовремя На Манглард До того Как божества Открываются Чтобы Как бы Чтобы правильная Иерархия была То есть Кто важней Тот обычно приходит Позже Как иногда Президенты разных стран Приезжают на встречу С заведомым Опозданием Видимо специально Чтобы показать Я не буду примеры Проводить Но президент Одной страны Приехал на встречу С английской королевы На два часа С опозданием И настаём И что Ничего не поделаешь Он Президент важной страны Так что мы приходим Когда мы приходим Позже Это означает Что мы важнее Кришна ответит Подожди Я приду Стой Никуда не ходи Я приду Наберись терпения Кришна Сейчас Твой чистый преданный Придёт И одарит тебя Своим даршинам Наоборот Когда Кришна Только трубит в раковину На окраине Двараки Что происходит С жителями Двараки Они все бегут С тримглав В том место Откуда звук доносится С тримглав И несут свои И на плечах своей Лучащиеся счастьем Похожие на листки На цветки На цветки лотосов Лица Это вот Точное подобие Того что происходит Как бы Духовный прообраз Того что происходит На Мангаларате И даже Сейчас как там стих Этот звучит Не на дух Упашутя Не на дух Брития Брития Даршина Ла Ла Саа Я не помню весь санскрипт Но там в конце Это строчка Последняя Брития Даршина Ла Ла Саа Они Когда услышав Услышали звук Раковины Кришны Они стремглав Бросились к тому месту Все жители Двараки Потому что Брития Даршина Ла Са Они очень хотели Ла Ла Са Охваченное желанием Увидеть Получить Даршин Кого? Барта Даршина Ла Са Не Брития Барта Даршина Ла Са Того кто их Покровитель И защитник Стремглав Такое же чувство Должно двигать нами На встрече С Господом Во время Мангаларти Во время Приветствия Божеств Прийти вовремя Чтобы Кришна Был доволен Тем, что все Собрались Это показывает Истинное Истинное отношение И все другие Меды Принесу Принесе Прасада Тоже Когда мы принимаем Прасад Вместе С преданными Это напоминает Картину Из Здесь нет Но это картина Здесь Где мальчики Пастушки Сидят вокруг Кришны И смотрят На него И он смотрит На них И они принимают Прасад Вместе Шутят Смеются Переговариваются О Кришне И вкус Прасады От этого усиливается Многократно В центре Кришна Вокруг него Рядами Мальчики Пастушки И так же у нас Мы сидимся Вокруг Прасада Это Кришна Как раз читаем На Мангаларате Описание того Как Прасад Не отличен от Кришны И каждый Участник Этого Служения Прасаду Одновременно Общается И с Кришной И друг с другом Поэтому Садду-Сангу Нужно беречь Любыми способами И пытаться Ее Всегда Для себя Обеспечивать Самый лучший Обеспечить Способ Обеспечить Садду-Сангу Как? Как себе Обеспечить Садду-Сангу? Давайте подумаем Как? Я еще не начал Стихи читать Надо стихи прочитать Прабу Вы не опоздали На лекцию Я знаю Вы готовились Сегодня Как раз Сейчас будет Предлагать Валаба Читания Прабу На алтаре Валаба Читания Прабу Вы не предлагаете Прямо с полной Преданности Потому что Иначе Кришна съест И нам ничего Не останется Да Так Нет Наоборот Предлагаете Если Кришна Все съест То мы будем Кстати Ходить Целую неделю Даже если Ничего не будем есть Так ведь Как обеспечить Себе Саду Сангу Служить Прятан Жить вместе Да Но жить вместе Это знаете Общежитие Оно Оборачивается Всякими Трудностями Иногда Поселяются Преданно В одной комнате И начинают Ссориться До этого Друзьями были В тот раз Съехались И ссорятся Почему ссорятся Мы сегодня Откроем секрет Того Как Амала Сарапраба Сказал Служить Прятан Это очень Хорошее Направление Но я Конкретные Вещи Имел Ввиду Сейчас Мы Прочитаем Стих Два Стиха И в ней Господь В этих двух Стихах Господь Вам Откроет Нам Секрет Того Как Обеспечивать Себе Саду Сангу Интересно Сейчас Мы Зочитаем Еще Краткое Содержание Да Не просил Многого Но Шукрачарья Понимавший Что Вам Манадева Это сам Вишну Друг полубогов Запретил Махараджи Бали Давать ему землю Шукрачарья Посоветовал Царю Отказаться Своего Обещания Он объяснил Что Когда человек Пытается Починить Других Своей Власти Шутит Когда человек Пытается Починить Других Своей Власти Шучит Шутит Защищается От опасностей Если он Шутку Пытается Починить Других Своей Власти Защищается От опасностей Или действует На благо Других Он Может Оказаться Выполнить Своё Обещание И в этом Не будет Ничего Дурного Рассуждая Таким Образом Шукрачарья Я прочитаю сон-скрит. Шукадева Госвами продолжал, услышав слова Махараджи Бали, Вамана Дева, Верховная Личность Бога, остался очень доволен. Речь царя была приятна для слуха и основывалась на законах религии, поэтому Господь начал восхвалять его просто за его слова. Теперь текст второй на экране. Шри-бхагавану-вача Вачаставай-таджанаде-васонритам Кулочитам-дхармавитам-яшаскарам Ясья праманам бхригавахсам парае Ясья праманам бхригавахсам парае Ясья праманам бхригавахсам парае Питамаха кулавридах прашанта Шри бхагавану вача Мачаставай таджанадеева сунритам Мачаставай таджанадеева сунритам Кулочитам дхармаютам яшаскарам Ясья праманам бхригавахсам парае Питамаха кулавридах прашанта Пожалуйста Мачаставай таджанадеева сунритам Мачаставай таджанадеева сунритам Кулочитам дхармаютам яшаскарам Ясья праманам бхригавахсам парае Продолжение следует... Продолжение следует... О, Владыка людей! Сунритам... Совершенно правильная... Кулаучитам... Достойна вашей династии... Дармаютам... Полностью соответствующая законам религии... Яшакарам... Приносящая славу... Ясья... Которого... Праманам... Доказательство... Бхригаваха... Старший в семье... Прошантага... Умиротворенный... Махараджа Прохлада... Перевод и комментарии... Божественной милости... Верховный Господь сказал... «Царь, величие Твое... Несомненно... Ибо в повседневных делах... Ты следуешь советам браманов из рода Бригу... А всему, что касается Твоего будущего... Тебя учит Твой Дед... Невозмутимый и всеми почитаемыми... Махараджа Прохлада... Слова Твои правдивы... И соответствуют правилам поведения... Религиозных людей... Такие речи достойны... Представителей вашей семьи... И только украшают Тебя...» Комментарий Шива Пропады... «Махараджа Прохлада является идеальным примером чистого преданного... Резонно спросите... Как Махараджа Прохлада может служить примером для подражания... Если он даже в преклонном возрасте был привязан к своей семье... Особенно к внуку Махараджи Бали... Ответом на подобные возражения может послужить... Использованное в этом стихе слово Прошантага... Преданый всегда умиротворен... Он не теряет невзмутимость ни при каких обстоятельствах... Даже если он не отрекается от материальной собственности... Остается грехасткой... Ему все равно следует считать Прошантага умиротворенным... Ибо он всегда остается преданным слугой Господа... Шичитане Махапрабху сказал... «Киба випра, киба няси, шудра, кен инай... Эй, Кришна, татва ве тасей, гуру гай...» Браманца, няси или шудра... Любой может стать духовным учителем... Если он знает науку о Кришне... Читание Чиритамрита Мадхи Лила, 8, 128... Если человек в совершенстве знает науку о Кришне... То независимо от своего положения в обществе он является гуру... Стало быть, Махараджу Прохладу... Следует считать духовным учителем, что бы он ни делал... Здесь Господь Ваманадева, собственным примером, учится няси и брахмачаре не просить больше, чем необходимо... Он попросил у Махараджи Бали всего три шага земли... Хотя тот был готов дать им, Ваманадеве, все, что он пожелает... Шокадева Господь предложил... Слышав слова Махараджи Бали, Ваманадева, Верховный Литинский Бог, остался очень доволен... Речь царя была приятной для слух и основывалась на законах религии, поэтому Господь начал восхвалять ее... Шри Багавана Вача, Вачаставайта, Аджанна, Дева, Сундры, Там, Кулочи, Там, Дарма, Ютам, Яшаскарам, Ясья, Проманам, Бригавах, Сам, Парае, Питамах, Ахкула, Вредах, Прошанта... Верховный Господь сказал, у Царя величие Твое несомненно, ибо в повседневных делах Ты следуешь советам брамонов из рода Бригу... А всему, что касается Твоего будущего, Тебя учит Твой Дед невозмутимый всеми почитаемым Махараджи Прохлад. Слова Твои правдивы и соответствуют правилам поведения религиозных людей. Такие речи достойны представителей Вашей семьи и только украшают Тебя. Слова Твои правдивы и соответствуют правилам Махараджи Прохлад. 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 В первом, во втором. За что? Ты заметил? Мухаддэва Госвами прославляет его за... Приятными речами? За речь. Да. За его речь. И Господь Вам на Дева так же прославляет его за речи в том числе. Он говорит о трех аспектах величия Махараджи Бали. Что он говорит? Он говорит о его поведении, он говорит о его речи, он говорит о его родословной, о его связи с преданными. То есть эти три аспекта являются в глазах Господа, чем залогом удачи, здесь говорится Яшакара, украшают тебя и они приносят тебе удачу. И то, что Господь Ваманадев не говорит сам, но подразумевается, что раз Он сам пришел лично к Ваманадеве, к Ваманадеве, то это также является доказательством Его величия, потому что Господь не приходит просто к каким-то обычным людям. Сакшаткара и личное присутствие Господа, его личный даршин воочию, невоображаемый, как Шиллопада пишет, придуманный экстаз, или как он сказал, как-то более даже сочно Шиллопада выражается, внушенный себе, вот как. Внушенный себе экстаз, не таким внушенным себе экстазом, а реально воочию видеть духовного Господа, Шиллопада с вами объясняет это самое высшее достижение духовной жизни. Почему? Потому что в этот момент Господь соглашается полностью проявить себя. До этого Он проявляет себя частично. Любое соприкосновение с Бхактой является проявлением Кришны, даже на уровне Шады. Шады — это уже проявление Кришны в нашей жизни, в форме убежденности в Его существовании, убежденности в том, что служение Ему — самая высшая цель жизни. Шады, шабда, вишваса, кахи судри, данишчай, Кришна, Бхакти, кайра, сарвакарма, критахай. Это уже совершенство. В этот момент заканчивается материальное существование живого существа полностью. В момент, когда у него появляется Шрада, в этот момент он становится освобожденной душой. Господь Кришна говорит об этом в 11-й песне Бхагаватам. Процесс преданного служения быстро зажигает обусловленное существование человека. Он уже освобожден. Так же, как комментарий Ачаре объясняет, как человек, если принял какое-то мощное лекарство от болезней, такое лекарство, что хватает одной дозы. Есть такие лекарства от серьезных болезней, принимаешь одну дозу, и все, ты уже здоров. Просто нужно время подождать какое-то, чтобы симптомы ушли. Точно так же Шрада, как об этом в 11-й песне говорится, Невозможно человеку, как вам говорится дальше, Никаким другим методом, нет более могущественного очищающего метода для души. Есть разные виды очищения для разных объектов. Кришна также в 11-й песне Бхагаватам перечисляет, Чем, что очищают. Дерево очищает скоблением, Одежду, воздухом, Встряхили, стиркой, разные виды одежды, Разные виды ткани очищаются. Шерст, например, можно просто встряхнуть, Она станет зачисткой. Металл с помощью земли и так далее. То есть он перечисляет разные виды очищения. Иногда просто время очищает, Как, например, дождевая вода. Ее нельзя пить сразу, когда она падает с неба. Она в гуне страсти. Нужно, чтобы она постояла. Отстоялась, тогда она станет пригодной для употребления, Станет более благостной. А чем же очищает душу? Причем не просто душу, А от самого оскорняющего на свете оскорнение. Овидии. На которое даже время не действует. Его не то, что водой, Или землей, Или какими-то другими элементами, Даже огнем. И даже время не действует на него. Об этом Гаджандра говорит, Шестая песня Бхагавата. Он говорит Господу, Что Господь, овидия не разрушается временем. В некоторых случаях овидия только со временем укрепляется, похоже. Кто-то пошутил, Что не всегда приходит мудрость со старостью. Часто старость приходит в одиночку. Без мудрости. Так чем же отличается душа от овидий? И в этом стихе полубоги говорят Господу Кришне. Это шестая глава, девятый текст, по-моему. Невозможно такого достичь степени очищения. Ни знанием, Они там перечисляют, Я не помню, как в санскрике звучит, Ни знанием, Ни отречением, Ни аскезами, Ни ягами, Ни житоприношениями, Ничем. Невозможно достичь такой степени очистки души. Какой достигается, Какой достигается, Чем? Они говорят, Как достигается простой верой. Они говорят, не простой верой, А садшада, Чистой духовной верой, Которая подкрепляется слушанием. Питается слушанием. Это вера, питающая слушанием. Мы очищаем с помощью парогенератора нашу кухню. Он питается электричеством. Включаешь его розетку, Он начинает работать. Выключаешь, Он еще две секунды поработает И перестает. Пар кончается. И вода там есть, Все на месте. Но пара не идет, Потому что это электричество. Прибор очень мощный. Очищает от всех анардых. И живых, и неживых. Но его нужно включить. Тогда он работает, Генерирует очищающую воздействие. И точно так же в этом стихе Господь Брама говорит, Садшада, Это чистая вера, Но она шамана сам говорит, Она должна питаться слушанием. Тогда она очищает душу полностью. С этого момента душа считается чистой Для служения Кришне. Но достигает полного проявления Это чистота живого существа, Когда Кришна вдохновленный ей приходит. Знаете, Как это называют ответственные заказчики? Когда кто-то заказывает себе дом И смотрит по телефону, Как она показывает ему, Что происходит в его доме. Иногда может приходит Так просто посмотреть со стороны с порога. Но чтобы прийти и поселиться уже, Приходит тогда, когда готово. И точно так же Кришна приходит тогда, Когда сердце полностью готово К его приходу. И потом, когда сердце полностью очищается И преданный полностью поглощен Своим сердцем созерцанием Кришны, Тут Кришна уже как бы не выдерживает, Как описывает сочетание Бхагава, Если, по-моему, Когда во время Махапракаши Лилы Гасушевидастаккор не мог решить Смотреть на Господочитание в сердце Или снаружи. Дилемма была. И он не мог видеть одновременно это делать. В сердце, чтобы закрыть глаза нужно. А чтобы снаружи открыть глаза нужно. И он не мог решить. На какого Господа считания ему смотреть? Того, кто в сердце, или того, кто снаружи? Сложное положение для преданного. И Господь, иногда, решает для преданного Эту проблему. Он исчезает из сердца. Как у Друга Махараши, да? Друга Махараши увидел Господа в сердце. А потом Господь исчез. Почему он исчез? А потому что он пришел снаружи. И Друга Махараши вначале его в сердце Попытался поискать. И не нашел. И он смятение открыл глаза. И видел, что Господь, тот, Который он только что видел в сердце, Перед ним стоит теперь снаружи лицом к лицу И ждет с улыбкой, когда он откроет глаза. Вот так. Пропад говорит, точно так же происходит В нашей духовной жизни. Когда мы посвящаем и слушаем О Кришне в обществе преданных, Тогда мы закрываем глаза здесь И открываем там в духовном мире. Вот так выглядит для преданного Момент смерти. Пропад говорит, немедленно, немедленно. Закрываете глаза здесь, Открываете там. О, я с Кришной, я с Кришной. Немедленно. Так вот, Бали Махарадж заслужил Такую великую удачу, Что Господь лично пришел к нему Навстречу. Он хочет получить даршин Своего преданного. Так же, как он пришел к Притху Махараджа, Пройдя к нему на горуде И, держа за руку, Индру привел Под предлогом того, Чтобы Индру нужно было помирить С Притху Махараджа. Но на самом деле, Он потом проговорился К Притху. Он сказал, на самом деле, Я очень привлечен Твоими качествами. И поэтому очень хочется Смотреть на тебя И не хочется тебя покидать. И так же Иван Манадев Пришел здесь. На самом деле, Нужно было догадаться, Что это необычный карлик. Хотя потому, Что каждым шагом Этого маленького мальчика Земля сотрясалась Под его ногами. Бум! Бум! Причем, Видимо, вначале, Еще до того, как он появился, Он из-за горизонта появился, Там писается, Как он из-за горизонта появился, Малький мальчик. Но до того, как он появился, Уже эти сейсмические явления Происходили. Семья сотрясалась. И там появился мальчик. Маленький. Можно было поэтому Доказать, Как необычный мальчик. Но так или иначе, Бали Махарадж Повел себя очень, Очень учтиво. Удовлетворил Господа Своими искренними, Прекрасными речами. Не просто красивыми по форме, Как мы иногда. Дорогой пробу, Ваши лотосные стопы, Вы чистый преданный, Я буду вечно служить, Вам что-то такое. Но на самом деле, Там написано мелким шрифтом, Потом внизу. Все имена и события вымышлены, Как иногда о фильмах говорят. Любое совпадение С реальным персонажем Не является просто совпадением. Или еще хуже, Как в контрактах пишут, Большими буквами, Я ваш смиренный слуга. И звездочкой, Маленьким шрифтом условия прилагаются. Смотрите условия. Бесплатные звонки На все номера. Звездочкой, Мелким шрифтом. С двадцатой минуты разговор. А первые девятнадцать По тарифу десять рублей за минуту. Вот так обычно у нас бывает. Я ваш искренний слуга. Но не сейчас. И не ваш. И не слуга. И не искренний. А так все правильно. И поэтому, Бали Махараш, Он искренний, Прославил Господа. Он искренний сказал. То есть у него не было вот этого двуличия. Как оно называется? Кутинати. Двуличие. Когда на языке одно, В уме другое, А делаешь третье. Не так. Как оно проявляется? Лицемерный человек. Чем отличается от критикана? Есть критика, Есть лицемерный. Есть клеветник, А есть лицемерный. Листец. Листец вам в глаза говорит то, Что никогда за спиной не скажет у вас. А критикан наоборот, За ваш клеветник, Он за вашей спиной говорит то, Что никогда вам в глаза не скажет. Но и то, и другое является лицемерным. Расхождение между одним и другими поступками и делами. В словах Бали Махаража не было этого. Он искренне прославил лотосные стопы. Как он сказал, Ваше Магавру про Буфтира читал лекцию, Очень красивые стихи. Он сказал, Сын Брамана, Сегодня ярко пылает огонь жертвенного жертвопоношения, Совершенного, Согласно предписаниям Шастра, Вода, мывшая твою лотосную стопу, Избавила от последствий всех моих грехов. О мой повелитель, Сядя на это тверстие, Сосветилась при костоянии твоих маленьких лотосных стоп. Господу очень понравились такие речи. И поэтому он перечислил, В первом же стихе перечислил то, Что в его глазах делает царя Не только великим и славным, Но и заслуживает его собственного прихода к нему. Ты поклоняешься Брахманам и служащим, Поэтому Господа называет Намо Браманья Дева, Го Брамана Хитаяча, Ты Браманья Дева. В этом стихе Шилопопад объясняет Перечислены три объекта защиты Господа. Го, Брамана и Хита. В порядке их важности. По уменьшению важности. Качали коровы, потом Брахмана, потом все остальные. И в третьей песне Бхагава там также Господь говорит сам, Четырем кумарам обращаясь к ним, Говорит, дорогие кумары, ради вас, ради Брахмана, Я готов сделать все, что угодно. И любой человек, который... И даже если Браманы что-то говорят, ему жесткое, Даже если они ему говорят, Тоже он отмечает очень важную вещь. Если Браман даже говорят какие-то нелицеприятные вещи ему в лицо, Что должен сделать человек в ответ, кто помнит? Кто-то помнит? С чем, Егор, попомнишь? Кто говорит? Что он говорит? Он благодарит? Я не помню. Надо в ответ ласковые слова. Да. Улыбаться, ласковые слова, не гневаться на них, Не пытаться теми же самыми словами им отвечать в ответ. Как рассказывал историю кто-то, Когда преданный был на берегу реки, Он омовение принимал. Перед тем, как поклоняться Кришне, Нужно омовение принять. А там рядом, выше по течению, был прачк. Здесь прачка женского, да, это прачка, Мол, или прач. Стиращик одежды. И он стал одежду стирать выше по течению. Вся эта грязная вода текла туда, в сторону преданного. И преданный возмутился. А как это было там? Слушайте, я не помню, как эта история выглядела. Или наоборот. А, вот как было. Наоборот. Преданный омывался выше по течению прачка, стирал одежду. И это ил, ил и грязь поднимались по реке, Идти к лифту в сторону, где он стирал одежду. Он стал ругаться на преданного. И в этот момент Господь Нарайана, на Вайконхе, вдруг поднялся со своего места и направился в двери. Там, где гору достал. На взлетно-посадочную полосу. И Лакшми спросил меня, куда ты, мой Господь? И тот не ответил. Но потом вышел за дверь и потом вернулся обратно через какое-то время. И снова сел. Очень быстро. И она спросила у них, что случилось? Почему ты поднялся, вышел и потом сразу вернулся? И он стал ей отвечать. Но прежде чем он стал отвечать, я теперь несу на себя к другой сцене. Когда этот стиральщик стал ругать преданного за то, что тот купается в озере и всю грязь на его одежду несет, стал его ругать грязными словами. И преданное какое-то время молчало. Потом стал ругаться на этого стиральщика. Что ты низкой кастой человек, не нашел места, где стирать. Тут одежду вообще не стирать нельзя. Тут бочна выкупается. И раз обратно к сцену на Вайкунху. Господь объяснил Лакшми, что я пошел, потому что моего преданного оскорбляли. Я подумал, что моего преданного оскорбляли. Я пошел защищать его. Потом оказалось, что там не преданного оскорбляли. Там две прачки ссорятся. Друг с другом, один и другой. Просто я ошибся. Оказывается, нет, это не преданного моего оскорбляют. Там просто две прачки не поделили веку. И Джива Гасвами говорит. Очень интересная вещь. Прадмана он приводит в качестве подтверждения того, кто такой Вайшнав. Как Вайшнава определить? Есть много разных определений Вайшнава. Можно предать Вайшнаву по принадлежности к Вайшнавам, предать Вайшнаву по посвящению, по получению посвящения, по вере. И Вайшнав, в конце концов, определяется, Джива Гасвами, как Вишну Яся Девата Сага. Тот, для кого Вишну Божество. Вот так Вайшнав этимологически определяется. Но Джива Гасвами определяет, интересно, по поведению. А кто такой Вайшнав по поведению? Он читает, цитирует это высказывание в Бхакти-Сандарбе из Шастер, Горуда Пурани. Вайшнав — это тот, кто услышал грубые слова другого Вайшнава в свой адрес. В ответ выражает почтение и старается успокоить его своими речами. Вот как Вайшнав говорит. То есть, а если не старается и не выражает почтение, то кто он? Ну, тоже Вайшнав, но в перспективе. Вайшнав — недоросток еще. Еще ему предстоит научиться не просто называться Вайшнавом и выглядеть как Вайшнав, и называться именем Вайшнава, но вести себя как Вайшнав. И поведение Вайшнава проявляется, в первую очередь, в его поведении по отношению к другим преданам. По отношению к обычным людям там сложнее. Там сложнее. Там они провоцируют, и бывает сложно удержаться. Понятно. Поэтому рекомендуется преданным конечностям от Якари не проповедовать, потому что им невозможно сдержаться иногда. Бывает себя в поведении по отношению к обычным людям, которые отличаются грубыми речами, грубыми поступками. Но Шиладжилы Гасами говорят, что они должны, по крайней мере, научиться вести себя по отношению к Вайшнавам правильно. Он говорит, что если человек не научился вести себя по отношению к Вайшнавам правильно, он бесполезен для проповеди. Если даже в Вайшнавам он не может себя вести правильно, не вестет себя по отношению к ним уважительно, не говорит уважительно по отношению к ним, не учитывает, общаясь с ними, их интересы. Вот это главное, чего он должен научиться прежде, раньше, чем мы позволим себе или позволят нам проповедовать другим непреданным. Потому что если мы по отношению к Вайшнавам себя уважительно не можем вести, то как мы можем вести себя по отношению к непреданному уважительно? Он бесполезен для проповеди. Это преданный Канишдхартикари, которому еще нужно себе проповедовать. Как Шила Бакистанта Сарасвати, такое у него стояло, это знамитые высказывания на столе. А нет, не, оно стояло не у него на столе, а это было его высказывание, которое стояло на столе Гопи Парандана Прагу. На столе, на его письмах он работал, над шастрами. И можно какие-то шлоки там были, как он, например, прикалывал, всякие шлоки себе на стенку или куда-то еще, и смотрят, и вдохновляются разными шлоками, вдохноваясь высшими. Что стояло у Гопи Парандана Прагу на столе, когда он над всеми этими шлоками работал и переводил? Высказанный Бакистанта Сарасвати такой. Какое? Он говорил, что если твои поведения расходятся с твоим внешним видом, ты не имеешь права проповедовать. Запри себя на замок в комнате и проповедуй себе, пока твои речи, пока твои поступки и твоем настроении придут в соответствии друг с другом. Ну, не только в соответствии друг с другом, не то, что нужно говорить все, что ты думаешь по других предам. Я тебе сейчас скажу, да, полное соответствие, ничего не утаю тебе. Все скажу, я вам скажу, вот тоже в соответствии. Нет, когда они так же в соответствии с поведением великих душ. Какое поведение великих душ? Бали Махараш здесь показывает на собственном примере. Другой пример есть, который очень хочется привести. Это пример Харидаса Пандита из читания Чиритамриты. Как его описывает Кришнарский Вираж Госвами? Кришнарский Вираж Госвами в восьмой главе Аделилы описывает свой приход в Вриндаван. Когда Господь Инстанда послал его в Вриндаван, писать читание Чиритамриты, говорит, иди во Вриндаван, там исполняются все желания. Там нет ничего невозможного. Он пришел к Говиндаджи, и из Говиндаджи упала гирлянда, когда Кришнарский Вираж Госвами кланялся ему. Эту гирлянду Пуджарь сразу надел на шею. А это Маден Махан был. С Маден Махан упал гирлянда, прошу прощения. И он понял, что это благословение на его труд, на описание Игоря Господа Чиритания. И он описывает так жителей Вриндавана, с кем он познакомился, и кто его чем вдохновил. И особенных слов заслужил преданный, которого звали Харидас Пандит. Он был слугой Адвайта Ачария. А Адвайта Ачария был учеником и слугой Гададхары Пандита. Мы прославляем наших гуру, наших духовных учителей и старших вайшнавов поведением своим, чтобы, смотря на нас, люди могли сказать, а кто у него духовный учител, что он такой удивительный вайшнав? Естественным образом возникает вопрос такой. И также возникает, естественно, вопрос, когда мы себя дурно ведем, к сожалению. А кто у него вообще духовный учител еще? Чего? Господь Кришна говорит об этом кумарам, что поведение слуг на меня бросает тень. Как он говорит? Какой пример приводит он, кто помнит? Как белое пятно проказы, которое скверняет все тело. Вот так. И поэтому здесь, говоря про Харидаса Пандита, Кришнарский вираж Гасвами попадал в комментарии, говорит, что Харидас Пандит был учеником Адвайта Ачария, Атук был учеником Гададхары Пандита. Вот его родословно. Вот он как прославляет своим поведением. И здесь Кришнарский вираж Гасвами говорит, Говинди там поклоняются великой пышности его одежды, украшения, атрибуты, полностью духовные. В том храме Говинди же тысячи слуг непрерывно преданно служен Господу. Служение это невозможно описать даже тысячу уст. Главным слугой в том храме был Ши Харидас Пандит. Его добродетели, славы, известные всему миру. И дальше он перечисляет его качество. Он был благонравен, терпелив, умиротворен, великодушен, был учтив в речах и очень рассудительный во всех делах. Он всегда и ко всем относился с почтением и трудился на благо другим. Ни зависти, ни злобы не знало его сердце и не было в нем лицемерия. Все пятьдесят качеств Шри Кришны присутствовали в тере Харидаса. И дальше он цитирует стих. «Тот, в том, кто обладает непоколебимой верой в Кришну, всегда проявлены все благие качества. Есть сясти, бхакти, бхагавати, кинчина, Кришна и полу-богов». Но тот, кто не обладает преданностью к Господу, не лишен хороших качеств, поскольку из-за своих измышлений он погружен в материальное существование, которое является внешним аспектом Господа. В комментариях к этому стиху, в пятой песне Бхагава, там, 5, 18, 12, Шри Паппады пишут удивительную вещь. То есть он перечисляет эти 26 качеств Вайшнава и говорит, только по этим качествам, по их степени, проявленности в человеке можно судить о том, какой он Вайшнав. И никак иначе. Никакого другого метода нет. Это слова Шри Паппады. Можно судить, говорить о нем как о Вайшнаве в перспективе, да, по родословной, по причастию, как здесь Бали Махараш, он, можно сказать, по причастию был Вайшнава, потому что родился в семье Махаражи Прохлады. Да, но такой логик, и можно сказать, что его отец Верочина тоже был предан, но нет. Он был еще ближе к Прохладе, чем Бали Махараш. Тот был сыном, а этот внук. Но нет, про Верочину не говоришь, что он был великим преданным. А Бали был. Почему? Потому что наставления Прохлады Махаражи, его личный пример, запечатлелись в поведении Бали. Он был таким же по своему нраву, по своей строгости исследования принципа дхармы, по своей обязательности в своих обещаниях и по своим учтивым речам, как Прохлада Махараш. Даже со своим отцом Хирани Кашипу он беседовал очень учтиво. У лучших из демонов. Асура варья, дэхи нам. Вел себя так, что у Хирани Кашипу возникал прилив нежности к нему, когда он видел, как Прохлада Махараш стоял перед ним со сложенными руками. Тут даже иногда с преданными нам не даются так себя вести, как Прохлада Махараш вел себя по отношению к своему отцу Хирани Кашипу. И здесь в Аманадеве также показывают удивительный пример учтивости речей. Он не ранит чувств Бали Махараши, он не говорит ничего, твой дед был демоном, его брат был тоже демоном, и я их убил. Нет, что он дальше, очень интересно, он прославляет его. Ратные позвуки, сам Вишну в страхе от Хирани Кашипа скрылся в его сердце. И потом, конечно, он умер, и тот, и другой умер, и его Вишну убил, но Вишну был очень доволен их доблестью и прославлял их за их доблестные поступки. То есть он нашел какой-то аспект величия даже Хирани Кашипу и Хирани Акши. И он сказал это не то, чтобы он хотел прославить эти Хирани Акши, он хотел в своем ответном слове оказать ответную услугу также учтивыми речами, как говорится в Чебагавадгите, что там, это Аскеза речи заключается в чем? Анудвега карам в словах, которые никогда никого не беспокоят. Но они должны быть не лживыми. Анудвега карам вакьям сатям должны быть правдивыми. Прием должны быть приятными. Ихитам чат направленными на благо. Очень сложные условия как бы все их выполнить в одном предложении. Но вот так Аскеза речи так должны вести себя преданным по отношению ко всем людям, особенно к преданным. И поэтому Господь вам надоело так же показал пример речи, которая называется Сунрита. Здесь Сунрита означает совершенно правильное, соответствующее и принципам религии, и интересам человека, не ранящие его чувства, но при этом доносящие до него истину. Этому должен научиться каждый вайшнаф. И вот таким образом, если мы ведем себя хотя бы с речи начиная, научиться вести себя по отношению к преданным, ко всем, и к старшим, и к младшим, ведя себя очень учтиво, порядочно, говоря очень приятные слова, шутить так же над преданными и с преданными нужно умело. Потому что шутки в шутках рознь, шутки в разных гунах. Иногда нам спонтанно хочется пошутить так, чтобы как-то принизить преданного. Ну, так вот, такая у нас природа. Хочется проявить ее. Мы пытаемся как-то по-другому действовать, но в качестве все время получается как привычно. как кто-то мне рассказал анекдот. Пытался, каждый раз пытаюсь собрать детскую креску, получается автомат Калашникова. Почему? Вот у нас примерно так же. Как мы не пытались пошутить, почему-то получается унижать кого-то. Нужно учиться. Либо не шутить. Ну, юмор может быть общество преданное так, чтобы он прославлял Вайшнавов. Причем за дело. Так, чтобы наше прославление соответствовало их реальным качествам. Это искусство. Если мы ведем себя так по отношению к... Понятно, что у нас в уме может быть все, что угодно по отношению к преданному. За ум, к счастью, в Кальюгу мы не в ответе. К счастью. Об этом говорится в Шимат-Бхагаватам, в 18 главе. Махаража Парикши был реалистом. Подобно пчелам, которые собирают только суть цветка. Он прекрасно знал, что в этот век Кали добро сразу приносит хорошие плоды, а зло необходимо действительно совершить, чтобы оно принесло плоды. Поэтому он никогда не испытывал неприязни к олицетворению Кали. Хороший век. За ум мы не имеем, не имеем ответственности. Поэтому иногда у нас возникают вспышки гнева по отношению даже и к преданным. Но, во-первых, нужно сразу в своем сознании находить прекрасные качества у этих преданных, чтобы нейтрализовывать их в уме, в сознании. Иначе, если позволить этому гневу на преданных оставаться, то рано или поздно он прорвется, как в скороварке. Рано или поздно сорвет крышку. рано или поздно прорвется наружу то, что мы думаем о Вишнавове. И стараться вести себя по отношению к ним так, чтобы преданные были рады общаться с нами. Вот секрет саду-санги. Мы с этого начали. В чем секрет саду-санги? Чтобы саду-санга желала общаться с нами. Чтобы преданные хотели находиться в нашем обществе. Чтобы они желали этого. Мы никогда не будем одиноки, дорогие преданные. Если мы будем стремиться служить преданных, удовлетворять их. Если мы будем всегда хорошо о них говорить, особенно за их спинами. А если говорить что-то, что им нужно услышать, неприятное, только им и только в частной беседе, так, чтобы никто об этом не узнал. И убедившись предварительно, что в нашем сердце нет ни капли злости, ни капли зависти, ни капли какого-то гнева на этих преданных. Только в этом случае. Если у нас есть вся юрисдикция для этого. Только в этом случае. Когда мы можем находить, как однажды в Шелниранжином Махаража спросили про руководителей. Он давал лекцию. Извините, я вас очень сильно задержал. Уже у вас то завтрак стынет. Предложите, предложите. Нет, нет. Я закончу сейчас. Это вы не насытились. А остальные уже, может быть, присызились. Так что сейчас я закончу. Шелниранжин Махараж давал лекцию в Чаупате. И ему задали... Он как раз рассказывал об Аскезе речь, о том, как нужно внимательно относиться к тому, что мы говорим, с кем мы говорим и как, и о чем. И как мы особенно говорим о других, когда их нет. И в конце ему приятно задали вопрос. У него очень внимательные такие. Они слушают очень внимательно и задают вопросы в Чаупате. Сразу на практику переводят все то, что слышат. Очень радует эта лекторовка. Видно, что человек относится, пояснав относится к тому, что ты говоришь с практическим интересом. И ему задали вопрос, в чьян-явжи, спросили, как быть нам руководителем? Нам же нужно искать недостатки, нам нужно исправлять других, нужно указывать на их ошибки. Как быть в этом случае? И Шела-Ниван- tras дал гениальный ответ. Он сказал, это верно, это может быть служение вашим, как руководитель искать недостатки и указывать на них. Но qualificация на это служение у вас только может быть в одном случае. Вы можете только тогда законно иметь право искать недостатки других, если вы не хотите их искать. Если в вашем сердце нет желания выискать недостаток, чтобы на фоне этого недостатка лучше выглядеть самому Только в этом случае вы можете их искать, у вас есть право на это Только в этом случае А если у вас есть желание искать недостатки других, вас нельзя близко подпускать к тому, чтобы руководить другими Это как человек, который любит резать Любит резать людей, да? Может он быть хирургом? Нет Хирурга может только быть тот, кто сводит боль, которую он причиняет к минимуму Абсолютному минимуму Который лишний раз не разрежет, лишний раз не вскроет пациента Который делает только то, что нужно, да? Вот подмолочный пробокивает, сейчас он знает У него опыт непосредственно есть Как это называется? Лапароскопическая операция Маленький надрез, чтобы не видно было даже потом, когда заживает, где это было Вот так Это тоже обязанность духовного учителя, обязанность саду, обязанность гуру Кто-то их на кого залгает, гуру Парампы ответственны за учеников Им нужно исправлять их, нужно резать Как там говорится, санта Чинданти, мановья санга уктибиги Они своими острыми словами Мановья санга уктибиги отрезают привязанность ума Острыми словами Но делают они не на виду у всех В операционной Под общим наркозом желательно Под общим наркозом и с ласкивыми словами И тогда они могут сказать то, что необходимо, чтобы вырезать или отрезать то, что мешает человеку в духовной жизни И Парапада этим пользовался Недавно слушал лекцию, вернее, я вспоминал недавно лекцию, где Даже не лекция, а беседа, где Гапал Кришна Махараши и Парапади Предлагает гениальный проповеднический проект Во Вриндауне учить людей йоги, западных людей Чтобы они во Вриндауне, в наш храм, приезжали йогу изучать И там проповедует сознание Кришны Парапада, это замечательная идея И потом начинает говорить, как это воплощает в жизни А потом, как-нибудь расскажу, это очень интересно Отдельного обсуждения заслуживающего Но он стал излагать идеи Свои, в своем понимании А Гапал Кришна Махараш не мог понять Что именно имеет Дуи Парапада Так его ругал в этой беседе, даже поговорить не буду как Такими словами Повторять страшно При всех Там был Харишаври Прабу Джагадиша Прабу, еще кто-то там был И вот его, Гапал Кришна Махараджа Шрил Парапада ругал очень острыми словами Но показательно, как вел себя по отношению к этому Гапал Кришну Махарашу Но очень смиренно Шрил Парапада, да, спасибо большое А как мне вот это? Спасибо большое, Прабада А это как? Гапал Кришна Махараш, я уверен, вспоминает эти моменты Как самые дорогие в своей жизни Как сам Шрил Парапада у него спросили Я вас ругал ваш Гуру Махараш? Говорит, о да, о да Я очень бережно храню эти слова в моем сердце Острые слова Которые сказаны со страданием и заботой О духовном благе ученика Вот так Нам, дорогие преды, никогда нельзя Переоценивать нашу Квалификацию Исправлять других, особенно старших Поэтому всегда необходимо Очень бережно по стопам И тебя по стопам Бали Махараша Бережно хранить наши отношения с предными Особенно с предными Которые пекутся в нашем духовном благе И которые не могут нам ничем ответить Если мы Вот когда младший человек говорит Что это младший вайшнав Говорит что-то старшему Непочтительное Что он может сделать в ответ Следуя словам Джилга с вами Чтобы остаться вайшнавом Это называется Как это называется? Патовая ситуация Потому что он не может Ответить ему тем же Потому что он вайшнав Он не может Сказать так Потому что он тем самым Укрепит этого младшего преданного Еще больше В его самомнении Единственное что ему остается Это скорбеть В своем сердце Я слушал тоже беседу С Ширипаупады С некоторыми учениками Ученики пришли Я говорю С вызовом к Ширипаупаде Пришли с вызовом к Ширипаупаде И они ему говорили Высказывали ему В Ширипаупаде претензии Реально Самое страшное Что я слышал Когда-либо Они типа так вот Слегка учтивы Как бы Но при этом Вот их слова Были пропитаны ядом И непочтительностью К Ширипаупаде И в Пропаде Мне было больно слушать Было видно Как Пропаде Вот в этом своем Состоянии заботы Об этих вайшнавах Как отец По отношению К этому Непочтительному Неучтивому ребенку Но в то же самое время Он Я не знаю Как описать Это чувство Которое я испытал Слушая Мне было Я не могу сказать Мне было жалко Шелепропада, потому что жалость не то чувство, которое мы испытывали по отношению к Шелепропаде, ни в коем случае. Но ощущение, понимание того, в какую боль причиняют ему эти слова, у меня было очень четко. И в конце, что Пропада сказал, он сказал, просто идите, делайте, что хотите. Просто читайте мои книги. Я все сказал. Я ничего больше не знаю, кроме того, что я написал в своих книгах. Они какие-то вопросы задавали, как вот это, как вот то, как Луна, дальше Солнце, как там помещались эти миллиарды телохранителей в два орогена. Такие вот вопросы. И пытались как-то Пропаду поймать на каких-то несоответствиях логических. Страшно слушать. Что сказал Пропаду? Пожалуйста. Идите. Не беспокойтесь. Просто идите. Мы тем самым лишаем себя самого ценного, дорогие предные. Если мы так себя ведем по отношению к старшим предным, особенно к старшим. Как ко всем. Особенно к старшим. Мы лишаем себя их способности нам помогать. Они закрываются. Просто потому, чтобы не усугублять наше положение. Отделяются от нас так, чтобы мы в своем вот этом вот вакууме старшинства мнимого оставались и извели, как нам заблагорассудится. Пока время, само время не добьется от нас понимания того, что случилось. Это пишется в 11-й песне Бхагавы. Там Господь Кришна говорит. 23-я глава, 3-я песня, 3-й стих. Он говорит словами Брахмана, Аванти Брахмана, да? Он говорит, что стрелы, которые пронзают сердце, застревают, но не причиняют такую большую боль, как острые слова. Непочтительные, вот неучтивые острые слова, которые остаются в этом сердце, оставляют в нем штамм. Стрелу можно извлечь из сердца, а острые слова уже не извлечешь, она там останется, будет долгое время жить. И отношения, как кто-то сказал, очень легко порвать. Потом можно связать. Снова порвал нитку, можно связать, но узел останется. Или разбить чашку какую-нибудь красивую, фарфоровую, склеить. Можно, так есть клей, который склеивает фарфор, но останется излом. И ты будешь вспоминать, да, чашка была разбита. Она уже не та, что прежде. Вот на примере этих слов Вали Махараджи и ответа вам, Анадева, ему очень хочется, чтобы мы всегда хранили бережные отношения с преданными. И всегда видели преданных наших доброжелателей, друзей и сам залог нашей духовной жизни, без которой вообще ничего у нас не будет. Вот, не будет. И какой бы уклад жизни мы не приняли, Павпада пишет здесь про укладах жизни, кто бы он ни был, грехастков, напрасков, брахмачарь, саньяси, каждый может быть гуру. В каждом, ашами преданный может не только проповедовать сам, но и помогать другим в духовной жизни, при условии, что он всегда поддерживает и хранит саду-сангу как главный свой ценностей, главный смысл своей жизни. Все, простите, я не знаю, как перед вами теперь замолить вину за то, что я вас на 20 минут задержал. 25 уже. Завтра дайте еще одну лекцию. А кто завтра лекцию считает по расписанию? Попросим. Нет-нет, кто-то считает уже. Ты подумал, что ты думаешь? Да, я подумал, что ты думаешь. Он бы не стал так говорить. Если бы не он. Значит, мы послушаем вас. Харе Кришна. Пятницу записано. А завтра четверг. Ну, поменяем местами четверг и пятницу. Как в том анекдоте, у всех в субботу, у меня четверг. Харе Кришна. Суббота, да, Кийжай. Грантеращина Бадро, там Кийжай. Гоу, да, према на них.